Коллеги, здравствуйте! Итак, начинаем наш курс. Очень рад вас приветствовать. Впереди у нас действительно, без преувеличения, большой и важный путь. И сегодня очень важное занятие. Вводное занятие. Ну, несмотря на то, что оно вводное, я крайне не рекомендую его пропускать. Потому что именно на этом занятии, то есть, я дам, ну, то есть, объясню вообще формат, в котором будет проходить курс, дам максимальное количество рекомендаций, как получить от него максимум. Поэтому во многом от того, насколько вы вот услышите, впитаете и, самое важное, будете применять все те вещи, о которых мы сегодня с вами поговорим, будет зависеть эффективность или неэффективность курса. Вот, ну, давайте начнем с формата. Формат нашего курса следующий. То есть, мы подготовили большое количество максимально практичных, максимально пошаговых уроков. То есть, в целом, можно характеризовать наш курс, как такой набор пошаговых алгоритмов. Причем наглядных. То есть, если, скажем, мы рассматриваем с вами вопрос таргетированной рекламы, то не в формате, а есть вот такая функция, есть такая функция, есть такая стратегия, есть такая стратегия, мы заходим в рекламный кабинет и пошагово выполняем все основные шаги. То есть, вам, опять-таки, нужно будет только повторить. То есть, в следующий раз, когда вы решите, не знаю, там, настроить ретаргетинг для себя, для своего клиента и тому подобное, вам нужно будет просто достать это видео и повторить те шаги, которые мы прошли. Вот, значит, кроме того, ну, то есть, кроме основного блока уроков, да, в котором мы проходим, ну, там, все ключевые темы, есть еще один важный блок уроков, занятий, это скринкасты. То есть, ну, часто бывает такое, что кто-то говорит нам, вот вы знаете, ну, я не знаю, какие-то дополнительные вещи, да, не знаю там, не знаю, как написать службу поддержки Instagram, я не знаю, как привязать рекламный кабинет, там, рекламный кабинет Facebook к Instagram и тому подобное. Вот, на каждой из таких задач мы сняли отдельный скринкаст. Скринкаст, что это такое? Это дополнительные уроки, они не входят в основную часть, но, естественно, при этом они бесплатные. То есть, уроки, в которых мы пошагово показываем, как то или иное действие, ну, собственно, собственно, выпало. Вот, более того, более того, если в процессе, ну, во-первых, мы обновляем эти скринкасты по мере того, как появляются новые какие-то шаги, новые подходы, новые форматы, новые инструменты. И второй момент, если в процессе вы сомкнулись с тем, что не знаете, как технически что-то выполнить, ну, то есть, какое-то действие, о котором мы говорим, вы не знаете, как выполнить, то есть, не знаете, не знаю там, как добавить стикер в сториз. То есть, вы говорите нам об этом, и мы запишем соответствующий скринкаст. То есть, наша задача сделать так, чтобы вам было, я не хочу использовать слово комфортно, потому что курс во много дискомфортный с точки зрения того, что, ну, нужно работать, но чтобы у вас было все для того, чтобы вы преуспели. В этом курсе мы постарались собрать все, что понадобится вам в вашем пути. Вот, основной литмотив курса, ну, то есть, ключевая его цель, зависит от того, кто вы, да, у нас есть несколько обычных сегментов слушателей. Первое, это СМС-специалисты. Либо те, кто вот просто решил овладеть этой профессией, либо те, кто уже в каком-то ключе ее овладели и хотят развиваться, идти дальше, узнавать новые инструменты, овладевать ими и так далее. Вот, соответственно, для вас мы подготовили, ну, помимо основной программы, подготовили важный блок СММ как профессия. То есть, будет идти речь о том, как монетизировать ваши навыки. То есть, вот после того, как вы овладели, вы поняли, как писать контент, снимать сторис, вы поняли, как привлекать аудиторию, как идти продажи, как их считать и тому подобное, как теперь это продать. То есть, мы научим вас, как монетизировать полученные знания. То есть, как, три основных варианта, как найти работу, если это актуально. Второй важный момент, это как найти заказы, если для вас актуально, там, фриланс, скажем, и так далее. И третье, как превратить это все в бизнес. Ну, то есть, можно с этого начать, можно к этому, вполне можно прийти через предыдущие два. То есть, сначала, скажем, оказываете какие-то услуги, а постепенно дозреваете до агентства. Вот. Но все необходимые знания и все необходимые материалы, там, примеры резюме, примеры договоров, примеры брифов, в этом нашем курсе они, собственно, собраны. Вот. И опять-таки, это для нас важная задача. Второй сегмент, это предприниматели. Ну, и третий сегмент, это маркетологи, пиарщики. То есть, ну, люди, которые работают в какой-то компании и, собственно, хотят внедрять эти знания. Вот. Для вас мы приготовили тоже, помимо основного блока, много информации по аналитике. То есть, одна из ключевых проблем, одна из ключевых задач, как считать это все в деньгах. То есть, как работы, которые вы провели или для вас провели, как их считать в деньгах. Как не дать себя обмануть. То есть, если вы отдаете на аутсорс СММщикам, как сделать так, чтобы СММщики... Ну, буду называть вещи своими именами. Как выжать максимум из СММ-специалиста. Как заставить ваши деньги, вложенные в социальные сети, работать по максимуму. И, ну, не давать им утечь впустую. Вот. Этому тоже будет посвящен отдельный блок. Отдельный блок, собственно, наших занятий. В далекие-далекие времена жадные дворяне наживались на неграмотном народе. Хорошо, что у них был знакомый в Шервуде. И сейчас, спустя века, узнать, как пополнять свои кошельки, а не чужие, помогает шервуд.бис. Он может превратить тунеядца во фрилансера. Любителя в настоящего профи. Помочь безидейному стать гением. Хочешь привлечь клиентов в свое дело? Научиться программированию или анимации? А может, выучить чужеземные языки? Получить знания, чтобы заработать? Тебе поможет шервуд.бис. Заходи, узнавай, учись. И позвольте мне сказать вам кое-что еще. Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Дальше. Собственно, формат уроков у нас простой. На каждом занятии мы разбираем одну тему. Есть большие темы. Скажем, таргетированная реклама Facebook, Instagram. Она у нас будет на многих занятиях рассматриваться. Есть темы, которые умещаются в одно занятие. Длительность занятия, ну, средняя, где-то полчаса, получасовые занятия. Но в целом, конечно, от интенсивной системы. То есть, варьируется от 15 минут до часа. Вот. Ну, усредненно можно считать полчаса. Вот. Мы включили сюда все. То есть, вот это была задача, которую я ставил изначально перед курсом. Сделать настоящую энциклопедию. Чтобы после прохождения этого курса у вас был весь инструментарий. Поэтому здесь, помимо понятного, предсказуемого, там, Instagram, ВКонтакте, здесь есть Facebook, здесь есть YouTube, здесь есть Одноклассники. Мы будем на одном из следующих занятиях говорить про статистику и, в частности, про популярность социальных сетей. И Одноклассники все еще живы. Здесь есть TikTok и так далее. То есть, здесь есть формат репутационного менеджмента. Очень много разных тем мы включили. При этом, при этом, очень важно, что, вот, я проговорю, это не просто так. Я хочу, чтобы у вас сложилась картинка. Очень важно, что все это не просто набор вот кубиков, да, вы посмотрели эту карточку, да, эту карточку что-то узнали, нашли другую, посмотрели эту. Это все некая единая, ну, как бы, единая цель. Каждый новый урок, он нанизывается на ваши предыдущие знания. Более того, более того, я хочу сказать о том, что на первых нескольких занятиях мы даже не будем заходить в сами социальные сети. То есть, начинать, начинать работу нужно до этого. До того, как вы, скажем, опубликовали первый пост в Instagram или, не знаю, там, запустили таргет во Вконтакте. Начинать нужно с создания аватара аудитории, с разработки стратегии и тому подобное. И вот это еще одна важная особенность нашего курса, что, собственно, курс, он построен в таком, ну, то есть, я, те, кто бывал на моих курсах, не знаю, может быть, на каких-то оффлайн мероприятиях и так далее, знают, что я сторонник такого взрослого подхода к SMM. То есть, взрослый подход, это значит, что, скажем, когда вы будете придумывать контент-план или, там, разрабатывать креатив для тизеров таргетированной рекламы, ну, то есть, этот процесс должен быть не в формате, так, ну, может быть, вот такое зайдет, а может быть такое. Нет, все должно быть, научно это громкое слово, но все должно быть, должно основываться на чем-то. Везде должен быть основательный стратегический подход. Поэтому сначала мы прописываем стратегию, прорабатываем аватар и в процессе, вот, практически на каждом занятии я буду на это ссылаться, буду говорить о том, что посмотрите в аватар аудитории. Посмотрите, там, в прописанной стратегии, возьмите более ли задачи для этого креатива оттуда, темы для контент-плана отсюда. То есть, в итоге, в итоге вам не нужно будет гадать, очень сильно повысится точность попадания. И более того, вам будет намного проще посчитать это все и в деньгах, и в классических SMM KPI, классических маркетинговых KPI. Об этом, кстати, будут отдельные тоже занятия. Вот, вот это очень важно, это очень важный аспект, что я хочу, чтобы вы это поняли и приняли, что мы сразу работаем по-взрослому. Что мы начинаем с проработки стратегии. Мы перейдем через несколько занятий уже, что называется, в поля, в сами социальные сети. Но до этого мы должны выполнить шаги по работе с аватаром, работе со стратегией и так далее. Хорошо, дальше, значит, по занятиям. Основную, ну, наверное, 80% занятий, ну, 80% уроков веду я. Наверное, процентов 10 занятий ведут приглашенные спикеры. То есть, что это? Это люди, которых я приглашаю дополнить. То есть, ну, я не дизайнер, я маркетолог, я предприниматель, я SMM-специалист. Я не дизайнер, ну, как бы, будет профанация. Ну, я умею делать дизайн на каком-то таком стандартном уровне, но будет профанация, если я буду про это рассказывать. Поэтому мы привлекаем дизайнера, который, собственно, уже рассказывает, что и как делать. Вот, и так далее. Ну, на нескольких, на нескольких блоках, это бонусные занятия, мы привлекаем приглашенных спикеров. То есть, это для того, чтобы расширить, расширить, как бы, опять-таки, набор ваших навыков. Каждое наше занятие, наше занятие, это ваш новый навык, навык, который вы сформировали для себя. Вот, также ряд скринкастов ведут мои коллеги, кураторы. То есть, это скринкасты, когда мы показываем, то есть, скажем, я даю какую-то стратегическую предпосылку, и кураторы показывают, как это внедрить. Ну, это, наверное, еще, не знаю, там, наверное, ну, как бы, в районе 10% от занятий. Дальше, каждому, раз уж мы коснулись вопроса кураторов, важный момент, каждому, ну, почти каждому, есть занятие, когда, ну, невозможно, не предполагается домашнего задания, но, вообще, почти каждому занятию есть домашнее задание. Собственно, это, опять-таки, вот я хочу, чтобы вы для себя поняли и приняли одну важную вещь, что домашние задания наши, это не какой-то умозрительный формат, ну, там, не знаю, вот потренируйтесь, поджимайтесь, да, там, ну, настройте что-нибудь в таргете, просто, чтобы руки помнили. Нет, это все конкретные шаги для внедрения, то есть, то, что я говорю, вы внедряете на своем проекте. Сейчас мы поговорим отдельно про проект, что это должен быть за проект и так далее, ну, вы внедряете на своем проекте. Вот, в результате, в результате вы решаете две задачи. Первое, вы нарабатываете этот навык, потому что, ну, очевидно, что просто послушать, ну, это ни о чем, да, все мы взрослые люди, все мы это понимаем. А, значит, второй момент, это, ну, то есть, с помощью домашних заданий выполнения вы нарабатываете навык. Второе, вторая задача, это то, что с помощью домашних заданий вы, вы движетесь вперед, вы продвигаете свой проект, то есть, фактически, фактически, если вы делаете все правильно, к концу курса у вас будет первый кейс. А это, ну, забегая вперед, скажу, что это один из основных ключей к поиску клиента. То есть, когда у вас есть хотя бы один реализованный кейс, разговор будет строиться совершенно по-другому с клиентами и так далее. Ну, позже на специальных занятиях я расскажу, как правильно этот кейс упаковать и тому подобное. Вот, поэтому я призываю вас выполнять все домашние задания. Домашние задания проверяет моя команда, кураторы, ну, опять-таки, проверка, ну, как вы знаете, в зависимости от пакетов, да, ну, собственно, вы обсуждали это с менеджерами, что это одно из основных отличий пакетов, интенсивность нашей обратной связи. Если, ну, во второй, третий пакет входит проверка домашних заданий, в течение 48 часов вы получаете от нас обратную связь. Обратную связь от куратора. У каждого из вас есть свой куратор, он следит за вашим проектом, дает по нему обратную связь, ну, то есть, где-то корректирует, где-то направляет и так далее. Важный момент, вот это тоже важная очень ремарка, которую я хочу сразу озвучить, чтобы у нас не было с вами недопониманий. Вот, комментариев может не быть, то есть, вполне возможно, что на какие-то свои задания вы будете получать комментарии формата, окей, принято, там, спасибо, все хорошо и так далее. Это не значит, что, там, не знаю, куратором лень этим заниматься или, там, не знаю, мы как-то экономим время и тому подобное. Ни в коем случае, у нас нет такой, в принципе, нет задачи сэкономить время. То есть, наша задача и, ну, на этом строится наш бизнес, на этом строится наша успешность, это успехи наших, довести ученика до успешного, до успешной реализации, там, его задач, проектов, карьеры, там, и так далее. Вот, поэтому такой задачи нет. Почему при этом может быть вот такой, такой, окей? Потому что, опять-таки, я стараюсь давать максимально подробную информацию. То есть, я говорю, сделайте первое, сделайте второе, сделайте третье, сделайте четвертое. В таких-то случаях поступайте так, с такими-то проблемами столкнетесь, поступайте так. Если вы им, ну, то есть, следуете досконально, то очень часто будет так, что, да, действительно, вы большие молодцы, вы сделали то, что нужно. И высасывать из пальца, придумывать, ну, заставлять вас что-то переделывать, вот просто, ну, просто для того, чтобы была показуха, мы, конечно же, не будем. В этом нет ни малейшего смысла. Поэтому, если у вас нет комментариев, ну, это плюс один, плюс один мне в карму, наверное, ну, на самом деле, то есть, это, это предмет моей гордости. Значит, я дал информацию так, что, да, дал алгоритм таким образом, что вы его внедрили и получили то, что и должны были получить. Но если у вас есть какой-то, то есть, мы видим, что можно улучшить, что может, что где-то вы свернули не туда и тому подобное, мы не оставим вас идти по неверному пути. Мы скорректируем, мы дадим обратную связь, мы подскажем и так далее. Вот, хорошо, дальше у нас будет, у нас с вами будет несколько кастов вопросов и ответов. То есть, это онлайн-вебинары, на которых я отвечаю на ваши вопросы. Сразу хочу, ну, то есть, первое, о чем хочу сказать, что часто кто-то относится, знаете, к касту вопросов и ответов, как вот будет, там, не знаю, 100 чужих ответов где-то в середине мой. Вот, я приду ради моего ответа, да, что вот ерунда, 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 все про других, про других, про других, мой ответ, все дальше, там, дальше очень не слушают. Вот, это неправильный подход. Ну, я думаю, побывая хотя бы на одном таком касте, вы поймете. Это неправильный подход, почему? Потому что на самом деле, так происходит со 100% наших слушателей, в процессе, когда другие люди задают свои вопросы, у вас расширяется кругозор. Вы еще не столкнулись с такой проблемой, но вы вдруг понимаете, что, то есть, когда следующие проекты вы будете вести, вы уже будете застрахованы. Вот, человек столкнулся с проблемой, да, какой-то, не знаю, там, условная, там, какая-то проблема с рекламным кабинетом, да, и я дал ответ, и все, вы уже знаете, что в этом случае делать. Вот, ну, и так далее. То есть, это очень сильно расширяет кругозор. Потом это, знаете, ликвидирует, ну, в обучении есть ряд областей, есть такая область, я не знаю, чего я не знаю. То есть, вы не знали, что вообще могут быть какие-то проблемы, там, не знаю, с вовлеченностью в сторис. Вот, но человек задал вопрос, и вы поняли, что да, действительно, оказывается, а я не думал, что, что-то я не задумался вообще, что у меня в сторис, там, низкая вовлеченность, и тому подобное. И вы сразу же получили ответ. Поэтому рекомендую слушать их внимательно. Смотрите, все наши занятия, естественно, в записи есть, поэтому вы в любой момент можете переслушать. Если вы не попадаете на эфир, без проблем, вы можете переслушать и ответ на свой вопрос, и на чужие. Вот, дальше. Еще один важный момент, связанный с вопросами и ответами. Опять-таки, несколько важных правил, да, которые позволят нам сильно повысить эффективность, отдачу от этого формата. Так вот, еще одно важное правило, что мы просим присылать вопросы заранее. То есть, заранее, прошу прощения, в личном кабинете создается соответствующая страница, значит, и вы отправляете свои вопросы. Почему мы это делаем? Это не просто так, это, ну, то есть, подчеркну, что вы присылаете заранее, я их прорабатываю, на них отвечаю. А вопросы, то есть, на самом касте, то есть, вопросы, которые задаются там, мы не принимаем. То есть, их нужно озвучить заранее. Если это, ну, там, я отвечаю на ваш вопрос, и у вас уточнение, дополнение и тому подобное, да, конечно. Ну, то есть, это все режим диалога, но новый мы не принимаем. Объясню, почему. Это не потому, что мне лень, или я, там, не знаю, не хочу в онлайне как-то взаимодействовать. Ну, очевидно, что, в общем-то, с этой точки зрения, ну, не такая большая разница, да. Задача одна. Я прорабатываю все вопросы. Я, опять-таки, привык давать максимально квалифицированные ответы. Я привык давать максимально проверенную информацию. Поэтому, когда вы присылаете вопросы, я заранее их все смотрю, и во многих случаях я прорабатываю. То есть, где-то, там, вы спросили сервис, да, для такой-то задачи, и, ну, очевидно, ну, не знаю, я знаю, наверное, 4 тысячи 4 сервисов, но, очевидно, не все их URL у меня в голове, да. То есть, нужно посмотреть, уточнить, проверить, ну, то есть, может быть, мы не пользовались им пару месяцев, да, проверить актуально, вообще, не закрылся ли этот сервис. И так далее. Каких-то сложных вопросов я даже могу позвонить, там, таргетологу своему, обсудить с ним, да, когда ситуация спорная, ну, и тому подобное. Присылая вопросы заранее, вы получаете максимально проработанный ответ. И это, скажем так, я не делаю в этом случае исключение, потому что это моя репутация, и это уровень курса. То есть, если я буду играть с вами в импровизации, в, там, Блиц, в Блиц, да, как у Юрия Дудя, ну, это будет странно, да. Моя задача дать вам максимально проработанный вопрос. Я специально на этом подробно остановлюсь, потому что, ну, практика показывает, что, как бы, этот вопрос будет возникать. Вот. Второе. Просьба задавать вопросы по пройденному материалу. То есть, на втором, там, не знаю, ну, там, на первом нашем кассе вопросов и от этого нет никакого смысла задавать вопросы про Ютьюб, да, потому что, ну, будет там во второй половине курса. Мы его подробно рассмотрим со всех точек зрения и, ну, 99,9% вероятность, что на ваш вопрос есть ответ в этом курсе. Потому что, ну, как бы, курс во многом на этом построен. Помимо, вот, блока, что точно нужно знать, с чем сталкиваются люди, с чем наши слушатели сталкиваются. И, ну, скорее всего, ваша ситуация, там, не уникальна и на нее есть ответ уже в рамках курса. И забегать вперед, ну, там, проговаривать, проговорить, нет ни малейшего смысла, это разбивает целостность курса. И поэтому, собственно, мы отвечаем на вопросы, вот те вопросы, которые у вас сейчас. Ну, то есть, которые мы по материалам, которые прошли. При этом, я хочу, чтобы вы знали, что подход, который я пропагандирую для себя, для своей команды и так далее, он строится, что мы, ну, мы ни в коем случае не какие-то формалисты. То есть, понятно, я к чему это говорю, что, ну, вот, если у вас очень, там, важный проект, вы ведете этот проект, и вдруг возник вопрос, ну, очень важный, очень срочный для вас предметный, конкретный вопрос, когда нужно забежать вперед, ну, мы, естественно, сделаем исключение. Ну, пометьте, когда задаете его, что, там, знаю, что он, там, будет, будет дальше, но вот сейчас у меня очень это важный вопрос и так далее. То есть, мы не сделаем исключение, естественно, поможем, важно, чтобы, важно, чтобы вы об этом знали. Вот, еще, еще один момент, это, ну, естественно, нет никакого смысла задавать слишком широкие вопросы. То есть, вопрос формата, как продвинуться в Инстаграм, ну, у нас посвящено, там, 14, наверное, 12-14 занятий, да, этому вопросу. И, ну, то есть, ответ на него потребует от меня четырех часов. И, в принципе, он не имеет смысла, да, ну, то есть, ну, как бы, он не имеет смысла, он слишком широкий, да, и он, ну, плюс, он раскрывается полностью в курсе. Вопрос, не знаю, как вот в таком-то случае использовать какую-то технику, вот он правильный, да, он точечный, он конкретный, он правильный. Дальше, еще один момент, ну, это касается того, чтобы не забегать вперед, вопрос, касающийся именно монетизации навыков, то есть, вот, там, вопрос формата, ну, вот, хорошо, я понял, как работать с таргетом, а как мне на этом зарабатывать, как мне найти клиента, как... Они тоже не имеют смысла до этого блока. Разумеется, естественно, этот блог будет ближе к концу, ну, я думаю, очевидная причина, что прежде, чем зарабатывать на навыки, нужно его им овладеть. То есть, если я дам вам навык в начале, да, перед тем, как вы узнаете, как работать с контентом, с таргетом, с умной лентой и так далее, если я научу вас, как его продавать, ну, это будет очень странно, вы будете продавать пустышку. Опять-таки, это репутация нашей школы, репутация моя и, самая важная, репутация моих слушателей. Вот, поэтому, поэтому так мы не делаем, то есть, ну, нет смысла в таких вопросах, в таких вопросах тоже. Вот, ну, и также, и также, опять-таки, очевидно, что, ну, нет смысла, чтобы вопросы дублировали домашние задания. То есть, вопрос формата у меня, интернет-магазин вертолетиков, подскажите, что мне написать в аватаре клиента, он, во-первых, полностью дублирует, полностью дублирует, как бы, ну, домашнее задание, а домашнее задание должны выполнять вы. Ну, не потому, что мне лень, понятно, там, выполнить его за вас, а просто, ну, это не имеет смысла. А второе, любой мой ответ будет профанацией. Почему? Потому что, ну, вот, то есть, вопросы формата, там, какой таргетинг выбрать для вот такого-то магазина и тому подобное. Если я буду отвечать, это будет профанацией. Почему? Потому что, ну, я не знаю вашей аудитории, я не знаю вашего бизнеса. Ну, то есть, это может быть бизнес-клиента и так далее. Еще раз повторяю, что я сторонник, чтобы все строилось на твердой основе. То есть, вы создаете аватар, после этого по аватару вы выбираете уже там креативы, выбираете таргетинг и так далее. А такого, что, не знаю, там, вы задаете вопрос, задаете вопрос, скажем, у нас фабрика тканей в Иваново, какой креатив мне для таргета подготовить? Ну, опять-таки, будет профанация с моей стороны. Я не знаю, ну, у меня нет аватара. Я не знаю, кто клиенты, да, этой фабрики, что у них болит, какие у них задачи, какие у них опасения, что нужно снимать, на какие точки нужно нажимать и так далее. Вот, поэтому домашнее задание выполняете вы, потому что только так вы получите эффект. Не существует, ну, не существует какой-то всемирной, знаете, экспертной таблицы, которая доступна только экспертам, что вот, в которой можно посмотреть, так, интернет-магазины, радиоуправляемых, вертолетиков с низким чеком, там, с доставкой по Московской области. Вот, соответственно, выбрать то-то-то. Не существует такого, очевидно. Еще раз повторю, что я не зря на этом подробно сейчас останавливаюсь, потому что, ну, это как бы все вопросы, которые, ну, часто будут возникать, и, в принципе, нормально, что они возникают, ну, просто, просто нужно эти вещи учитывать. Вот, поэтому, коллеги, пожалуйста, ну, я бы посылал даже себе выписать, да, вот, то есть, требования к вопросам. Ну, почему я их озвучу? Чтобы наши кассы вопросов-ответов были максимально полезными. То есть, конкретные задачи, конкретные проблемы, они бы решались, да. Вот, да, и последнее, кстати, правило, ну, давайте договоримся, ну, нет смысла задавать на кассах вопросов-ответов вопросы, которые, знаете, гуглятся, там, первой строкой выдачи, да, там, не знаю, что-нибудь формата, размеры изображения для поста ВКонтакте, да, если вы ведете это в Яндексе, это будет на первой строке. Ну, и плюс мы это все даем, ну, даже если у вас остался вопрос такого формата, ну, он не имеет смысла для вопросов-ответов. Вот, поэтому, друзья, чтобы у нас было максимально все-таки практично и эффективно взаимодействие в рамках этих кастов, просьба учитывать эти вопросы. Дальше, значит, следующий момент – это проект. То есть, предполагается, что у всех участников будет проект. Значит, что это значит? Ну, то есть, ну, некий проект, например, продвижение стоматологии в социальных сетях, да, привлечение кленов для такой-то компании. Значит, что, что нужно? Что нужно сделать? Первое – это, то есть, в рамках проекта вы должны выбрать, с чем будете работать. Что это может быть? Ну, первый понятный вариант, если, скажем, вы предприниматель, скорее всего, понятно. То есть, у вас есть задача, у вас есть бизнес, вам нужно его продвигать. Ну, аналогично, если, там, не знаю, у вас есть работодатель, и вы хотели бы продвигать его бизнес, да. Окей, в этом случае понятно, ну, как бы, каких-то особых требований к проекту нет. Он может быть B2B, B2C, с маленьким человеком, с большим человеком, ну, практически здесь никак не ограничиваем. Вот, дальше второй вариант – это предложить друзьям, коллегам, знакомым, знакомым предпринимателям, тому подобное, взять их проект для продвижения. То есть, очень много наших слушателей продвигается таким образом, что им дают проект, скажем, опять-таки, знакомые, коллеги. То есть, вы продвигаете их бизнес, не беря при этом оплаты. Ну, при этом, знаете, вот это частый вопрос, а я все-таки хочу взять оплату. Ну, мне сложно на него ответить, то есть, ну, если вы хотите и можете, вы можете, конечно, оплату взять, но, наверное, все-таки честнее, что это будет либо бесплатно, либо, ну, совсем там, да, с минимальной стоимостью, потому что, ну, как бы, понятно, что вы на нем, как бы, какие-то вещи обкатаете, будете пробовать и тому подобное. То есть, это все-таки еще не такой, ну, не полноценный проект в плане, например, времени. Да, то есть, вы будете потихоньку в течение двух месяцев внедрять. Зато, ну, из плюсов, с другой стороны, конечно же, это вы можете озвучить тоже, что вы внедрите там большой, первое, новейшие технологии, второе, большой пул этих технологий. Значит, дальше, третье, это, значит, продвигать как проект какой-то свой проект некоммерческий. То есть, что это может быть? Ваш личный блог. Очень часто к нам приходят слушатели, которые хотят подвинуть себя, вот, себя как блогера, может быть, ну, кого-то как блогера, там, и так далее. То есть, да, это отличный формат. Кто-то, кстати, вот сейчас это уже формат, кто-то как пробный проект вообще берет продюсерский, там, не знаю, продюсирует блог своей жены, да, тоже отличный вариант. Это может быть, не взяли на персональный блог, это может быть тематическая какая-то страница, там, клуб болельщиков команды, да, или, ну, не знаю, там, условный, там, фитнес, фитнес это наше все, там, не знаю, ну, то есть, страницы по интересам, да, то есть, вы можете продвигать свой уход. Вот, это вот варианты, которые могут быть. Если ни один вам не подошел, ну, напишите нам, периодически у нас бывают такие, бывает так, что, ну, кто-то обращается, говорит о том, что, вот, хотел бы отдать свой проект ученикам. То есть, такое бывает, если такой проект есть, мы его вам дадим. Значит, да, еще, кстати, вот, в привязке к этому вопрос частый, а сколько понадобится денег, смотрите, тут просто тренинг можно проходить в двух ключах. Первый более тренировочный, второй более реалистичный. То есть, тренировочный вы, ну, то есть, много частей у них одинаковый, контент и так далее, но вот в плане таргета, то есть, основные расходы это всегда таргет, в плане таргета, то есть, вы можете внедрить все то, о чем мы говорим, настроить, подключить, закачать и тому подобное, и просто, условно, не нажать кнопку play. А можете ее нажать. Ну, в первом случае, понятно, бюджет 0 рублей 0 копеек, но и результат будет, ну, как бы, дольше по времени. То есть, если вы у кого-то берете проект, нужно это сориентировать. Второй вариант, ну, то есть, когда вы вкладываете все-таки деньги, он начинается от 3 тысяч рублей. Ну, в месяц, да, то есть, за два месяца это будет, скажем, 6 тысяч рублей, но на самом деле таргет у нас не сразу, поэтому, ну, вот, минимальный бюджет, с которым можно приходить, где-то 4 тысячи рублей. Оптимального, то есть, понятия оптимального нет, об этом мы будем говорить много, вообще именно в таргете, не в рамках курса, а вообще в таргете. То есть, дальше начинается уже, то есть, вы замерили стоимость там целевого действия, что, скажем, одна заявка обходится в 240 рублей, и дальше бюджет формируется в зависимости от того, сколько вам этих заявок нужно, да, то есть, сколько бизнес готов переварить. То есть, если он готов переварить тысячу заявок в месяц, то вы закладываете там 240 тысяч рублей. Ну, понятно, что это будет варьироваться, но порядок закладываете такой. Вот, но, опять-таки, от 4 тысяч, ну, наверное, средний где-то бюджет, который вкладывают те, у кого это серьезный там рабочий проект на реализацию, это где-нибудь 8-10 тысяч, 8-10 тысяч в месяц. Ну, это такой уже, с выраженным эффектом и так далее. Но, опять-таки, здесь вы вольны, мы даем возможность и так, и так проходить курс и варьировать, и по времени даже варьировать. То есть, например, начать с небольшого бюджета, потом, если вы захотите вкладывать больше в бюджет. Окей, дальше, следующий момент, важный момент для тех, кто, ну, опять-таки, для самоспециалистов действующих или будущих. Мы часто говорим о том, что лучших своих выпускников мы трудоустраиваем. И поясню, что под словом лучший подразумевается на самом деле, на самом деле, очень простая вещь. То есть, это не формат, что, там, докажи, кто из вас лучший, там, нет. Мы не играем, мы не играем вообще в игры с аудиторией. Мы стараемся быть, во-первых, честны, во-вторых, разговаривать как со взрослыми людьми. Поэтому под лучшими подразумеваются люди, которые выполнили все домашние задания. Выполнили, получили обратную связь, если это обратная связь, ну, там, нужно поправить, то поправить. При этом, опять-таки, то есть, ну, здесь, как бы, правила, они разумные, да, они, то есть, все домашние задания, они знают, что вот ровно все. То есть, вы заранее просто, когда начинается тема, не знаю, одноклассники, вы пишете в домашнем задании, там, не хочу работать с, не планирую работать с одноклассниками. Окей, может быть, вы вообще планируете только с Инстаграм. Хотя я, на самом деле, я рекомендую оплатить всем, а потом уже выбирать. То есть, я сторонник того, что, чтобы нарушать правила, нужно их выучить хорошо. И вот, когда вы будете уметь делать все, вы можете выкинуть лишнее и, там, специализироваться на чем-то одном. Но, опять-таки, если в процессе какая-то тема вам неинтересна, просто пишите, что не буду, не планирую заниматься. И все, можете не выполнять домашние задания, на трудоустройство уже это не повлияет. Вот, после окончания курса, каждый из тех, кто, ну, выполнил все задания и для кого задача трудоустройства, имеется в виду два формата. Либо устройство на работу, либо рекомендация клиентам. Актуально вы заполняете анкету и мы, то есть, происходит, например, следующим образом, огромное количество обращений к нам от разных компаний и мы даем рекомендации. То есть, мы, там, отправляем контакты наших выпускников. Мы не участвуем в процессе, там, собеседований, трудоустройства, ни с той, ни с другой стороны. То есть, наша задача здесь, опять-таки, связать, показать и так далее. Ну, то есть, каждый ученик гарантированно получает несколько заявок. Ну, нет у нас в практике людей, которые хотели бы устроиться на работу или хотели, опять-таки, при условии успешного выполнения, хотели бы получить проект и не получили его. Потому что до них не дошло очень. Нет, всех мы рекомендуем по несколько раз. Ну, и в процессе, если вы трудоустроитесь, пишите нам, что пока можно. Ну, желательно, не пока, да. Надеюсь, что вы трудоустроитесь надолго и навечно. Ну, что, опять-таки, можно убрать, да, меня есть таблицы. Потом, если у вас снова задача возникнет, напишите нам и снова добавьте. Хорошо. Почти все. На сегодня несколько, в конце несколько таких мотивационных даже, наверное, напутствий. Но практика показывает, что они не лишние. Знаете, главное, о чем я хочу сказать, это банальная вещь, но без нее не обойтись. Очевидно, что курс, вот я очень рекомендую проходить курс, как такой ознакомительный материал, как прочитать книгу. Ну, это можно, и я сам иногда так курсы какие-то прохожу. Ну, я не планирую быть программистом по искусственному интеллекту, но для понимания, как, например, СММ может с искусственным интеллектом взаимодействовать, я прохожу периодические курсы, не выполняя задания, да, потому что мне нужен именно справочный материал. Но, если вы хотите получить результат, то, конечно же, конечно же, ключевое, ключевое будет в том, насколько вы интенсивно выполняете домашние задания. Это основное. Открою вам секрет, в нашем курсе нет никакого, ну, нет никакой переменной, получится у вас или не получится, кроме одной. Выполнение или не выполнение домашних заданий. Ну, и, естественно, то есть, есть выполнение ответственно, да, не отписка, а ответственно подходить, анализировать, получать обратную связь и так далее. Вот, значит, никакого другого условия, что вот, чтобы получить эффект от курса, вам нужно то, если у вас такой бизнес или такой проект и тому подобное, вообще ничего нет. Вот этого ничего нет. Если выполняете домашние задания, вы получаете гарантированные эффекты. Вот, значит, при этом второй момент, что не нужно бояться сложностей. Ну, наш курс, опять-таки, те, кто учился у меня где-то, те, кто слушал меня где-то и так далее, знают, что, ну, я не люблю цицкаться, я не люблю сюсюкать со взрослыми, серьезными людьми, у которых есть серьезная взрослая мотивация, да, получить профессию, там, реализовать проект. И тому подобное, получать прибыль и так далее. Поэтому, да, ну, то есть, будут сложные темы. Мы их разжуем, мы их покажем, но это будет, ну, все равно сложно. Ну, как бы, как ни крути, рекламный кабинет Facebook, он требует определенного подхода, да, нельзя сказать, что это примитивная штука. Вот, поэтому, да, придется вникнуть, да, придется посмотреть. Может быть, и вообще, я это рекомендую, вот сложные, сложные касты слушать два, иногда даже три раза. Кстати, для этого мы вам оставляем его еще курс, ну, у каждого пакета своя продолжительность после окончания. То есть, чтобы вы возвращались, пересматривали какие-то вещи и так далее. Значит, не нужно бояться сложности. То есть, какой-то момент, знаете, это классика. Ну, классика вообще, это классическая теория обучения, что есть разные стадии в обучении. Стадия энтузиазма, вы начали, вроде, первые шаги сделали здорово, там, и одна из стадий, есть стадия хаоса. То есть, ну, вот вы, условно, там, разные варианты, давайте возьмем, там, вы SMM-чик, да, и вы работали как-то по старинке, там, не знаю, мастфолом ручным каким-нибудь, или, ну, там, через кнопку продвигать публикацию, продвигали пост. Вот, и тут вдруг пришло все это. Маски Instagram, таргетированная реклама, там, во всех социальных сетях, ретаргетинг схожей аудитории и тому подобное. И вы все это изучаете, 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 всего многое. В какой-то стадии хаоса, когда, знаете, в какой-то момент у вас появляется такой, зачем я вообще с этим связался, столько всего, ну, зачем мне это все нужно. Ты же работал, получал свои, там, 15 тысяч рублей, да, и все было хорошо. Вспомните в этот момент простую, ну, очень простую аналогию, она, я думаю, всем знакома, когда вы решаете провести генеральную уборку дома. Вот, вы выделили на это, там, полдня, скажем, вы начали все вытаскивать, начали все мыть и тому подобное. И вот всегда бывает этот момент, когда, скажем, 7 вечера, а у вас дома, ну, хаос, даже бардаком, знаешь, хаос. Вы все вытаскивали, все протирается, где-то что-то моется, что-то выкидывается, что-то куда перетаскивается. И вы думаете, зачем, ну, жил же, ну, жил же, жил же как-то, да, до этого. Ничего критичного не происходило, я не погибал, квартира была. Вот зачем я все это сделал, а сейчас вообще посреди ночи закончу. А потом в какой-то момент вы заканчиваете, и на следующий день, когда вы приходите домой, вы думаете, как здорово, как красиво, как чисто, как спокойно и тому подобное. Вот, и то же самое и здесь. То есть, ну, это стая, когда у вас появится это чувство, я вас поздравляю, это здорово. Это значит, вы вышли уже на определенное плато, здорово, что вы до сюда дошли. Вот, просто нужно для себя принять. Ну, это нормально. То есть, вот об этом Дамир вообще вначале говорил, будет стадия хаоса. Что вот мне кажется, что слишком много всего, слишком сложно. И вообще, там, не знаю, у меня там ребенок кричит, и, не знаю, ну, то есть, куча дел каких-то, а мне нужно сидеть сейчас, выполнять домашние задания. Уверяю вас, то есть, вы эту стадию пройдете, и, ну, все войдет в колью. То есть, следующая стадия, это, там, стадия, стадия уже в потоке, да, когда вы все, все хорошо, и вы вошли в этот поток. А еще через какое-то время вы вдруг обнаружите, что вы, ну, вы редкий специалист. Вы специалист с очень редким навыком, с очень редким, ну, как бы, ассортиментом навыков и так далее. Вот, и, ну, то есть, это уже будет такая стадия, стадия гордости. И, в том числе, стадия моей гордости за вас. Вот, значит, дальше, еще следующий момент. Ну, как бы, все понятно, мы живем в 2020 году, собственно, времени ни у кого нет. Все очень динамично, быстро, все это понятно. Друзья, несмотря на это, час в день на выполнение домашних заданий нужно выделить. Это важно, ну, как бы, очевидно, да, что просто послушать и все, ну, не катит, да, если использовать такой жаргон. Вот, ну, это не даст никакого эффекта. То есть, час это даже запасом на самом деле. Ну, точнее так, это немножко неровно, да, будут моменты, будут моменты, когда вам понадобится, может быть, и 4 часа в какой-то день потратить. Ну, будут моменты, когда это понятно и действует, и у вас, по-моему, потребуется полчаса. Вы просто для себя учите, что вы, что вообще любые временезатраты, они делятся, ну, в моем понимании, делятся на две части. Это тушение пожаров и стратегические вещи. Тушение пожаров, это когда вот вы отвечаете на корреспонденцию, вы решаете какие-то проблемы, которые в работе возникают. Вы что, ну, и тому подобное. То есть, фактически, фактически вы, нужно понимать, в этом случае топчетесь на месте. Есть стратегические вещи, которые, когда вы делаете, вы идете вперед. И вот большинство людей, к сожалению, ну, значительную часть своей жизни проводят как пожарные, туша все эти пожары. И можно так протоптаться всю жизнь. Вот, и я сторонник того, чтобы, ну, минимум, минимум треть времени выделять на стратегические вещи. То есть, когда вы делаете стратегические шаги, овладеваете новым навыком, прорабатываете стратегию, прорабатываете концепцию, прорабатываете материалы для своего будущего бизнеса, там, не знаю, анализируете аудиторию и так далее, это, ну, это движет вас по жизни. Вы не топчетесь уже, вы идете вверх, вы идете вперед. И это, ну, это, понимаете, это такой процесс, ну, который не должен, в моем понимании, не должен останавливаться. Ну, поверьте мне, поверьте мне, если я вам покажу свой ежедневник, ну, это такое зрелище не для слабонервных. У меня действительно очень напряженный график. Ну, то есть, у меня есть разные бизнесы в рамках SMM, да, это и агентский, и образовательный, и консалтинговый. Очень много перелетов, очень много выступлений перед людьми, очень много встреч с клиентами и тому подобное. При этом, ну, вот, прямо сейчас я прохожу шесть курсов. Ну, прохожу их серьезно, выполняя все домашние задания, отправляя их кураторам. Ну, там, разного формата курсы. Я несколько раз в год езжу на конференции за границу, в Штаты, в Европу и так далее. Ну, и плюс занимаюсь многими, с многими преподавателями онлайн. Почему бы так? Ну, потому что я не хочу остановиться. Я хочу, чтобы этот стратегический рост, стратегический рост, он шел бы дальше и дальше. Вот, поэтому, ну, собственно, это то, к чему я призываю и вас. Что я вам искренне рекомендую. Вот, коллеги, ну, вот то, что я хотел вам сказать сегодня. Вот ключевые моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание. В общем, основное это вникайте. Если что-то непонятно, пересматривайте. Если что-то непонятно, спрашивайте кураторов. Делайте домашние задания, изучайте обратную связь и реализуйте ее в своих занятиях. Это единственный секрет этого курса, который существует. Если вы эти вещи все будете делать, ну, все остальное, все остальное, все остальное точно, точно, опять-таки, будет достигнуто. Да, потому что курс построен так, что сам процесс делания, он не может вас не привести к результату. Ну, что же, друзья, большое спасибо вам за внимание. Будем видеться теперь с вами очень часто. И до встречи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok